Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В наше неспокойное, нестабильное и достаточно тревожное время мы в нашей студии решили проводить регулярно какие-то разговоры, беседы на темы, которые, как кажется внешне, вообще не относятся к вере, не относятся к Евангелию, не относятся к церкви, но при этом это очень такие миротворческие разговоры, разговоры, которые по факту становятся миротворческой практикой, потому что они творят мир, потому что они работают на созидание. Уже была в нашей студии тема музыки, ее исцеляющая сила, как слушать музыку, как к ней правильно подходить, как очеловечиваться через музыку. А сегодня мы поговорим об искусстве видеть. Действительно, глаза есть у всех, но все ли мы видим? У всех есть уши, но все ли мы слышим? В Евангелии постоянный литмотив. Имеющий уши дослышит, имеющий глаза довидит. Действительно ли мы умеем смотреть? И подойдем к этой теме через вещь, которая стала уже очень такой бытовой, привычной, достаточно такой приземленной. Тема фотографии. Давно ли вы рассматривали собственные фотографии, открывая фотоальбом? А когда вы рассматриваете, что вы там ищете? Почему для человека так интересно рассматривать фотографию? Мы поговорим об этом с философом, с доктором философских наук Сергеем Александровичем Лишаевым. Простите, здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергей. Здравствуйте, дорогие зрители. В прошлый раз мы презентовали вашу книгу «Философия возраста», но у вас не только эта тема в сфере ваших научных интересов, и не только эта книга присутствует в личной и персональной библиотеке, есть еще книга, посвященная фотографии. Когда я вам, вот собственно говоря, свои задумки про миротворческие эти разговоры поделился, я был очень удивлен, что когда-то Сергей Александрович пристально изучал философию фотографии. Вот казалось бы, тут вот возраст, нечто глобальное, такого планетарного масштаба, а тут фотография. Что зацепило Сергея Александровича фотографии? Что он хочет, хотел исследовать и исследовал в этой теме? Да, ну вот получается так, что тема фотографии, она для меня связана не столько с миротворческими какими-то настроениями, сколько скорее с таким вот, с негативом и отталкиванием, да, потому что фотография в наше время для меня это скорее то, что отталкивает. Первоначально, можно сказать, в детстве я очень любил рассматривать фотографии, это были старые фотографии, да, вот моих предков, моих родителей, черно-белые, когда они еще были молодые, вот это было очень-очень интересно для меня. Но вот когда я, собственно, стал над этим задумываться и размышлять, писать, это уже современная эпоха. Фотографий стало больше, они стали вездесущими, ну и даже как вот какой-то много моментов таких задевающих, да, то есть когда фотография становится не окном в мир, а, так сказать, наоборот, чем-то, что этот мир как бы замазывает, разрисовывая окна в мир какими-то изображениями, часто недалекими от того, что за окном, вот. И меня стало задевать, вот, ну в частности, например, как частность, да, то есть вот ты приезжаешь куда-то и хочешь просто посмотреть, поскольку созерцание и красота для меня вещи важные, вот, то меня всегда очень раздражало и мешало в каких-то таких местах красивых, ну и известных, где удавалось бывать, что огромное количество людей непрерывно занимают позицию и просто не дают тебе посмотреть какой-то вид или на какое-то здание, потому что они непрерывно там, как бы прямо вот потоком сменяют друг друга и непрерывно фотографируются, причем не один раз, не два, там, по многу раз и везде. Вот, и это меня раздражало и поражало, как бы, меня, мое удивление вызвало абсурдность ситуации, как бы, понятно, что то количество снимков, которые делает современный человек, собственно говоря, его и посмотреть-то невозможно всю весь, то есть понятно, что часть будет отсмотрена, часть как-то будет отделена и где-то размещена там в социальных сетях, в домашнем альбоме, показано родственникам, друзьям, но большая часть останется в туне, то есть здесь есть с одной стороны, как бы некуда, человек вместо того, чтобы любоваться чем-то, он непрерывно фотографирует, а все-таки не одно и то же, воспринимать вещи и снимать вещи, это два разных, две разных позициях, одна активная, деятельственная, ты что-то делаешь, ты охотишься, ты хочешь визуальный образ унести с собой и это одна задача, а другая, ты открыт, ты, так сказать, свободный флонер, ты открыт миру, готов к встречам, к неожиданному, ты позволяешь вещам задеть тебя, две разных позиции. Может быть, это происходит потому, что у человека отнят дефицит? Человек как существо, вот я это часто подмечаю, что он как существо крайне нуждается в дефиците. Мы обычно привыкли, ну, особенно в нашей российской действительности, многие помнят жизнь по талонам и дефицит это слово ругательное, слово, которого все боятся, слово, которого хотят избежать, ну, явление, которого хотят избежать, некоторые дефицитности, но у меня просто вот вопрос, вы выступаете, ну, условно говоря, вообще против фотографии или против, например, цифровой фотографии, которая избыточна? Я против избыточности, против чрезмерности, потому что происходит, когда чего-то становится очень много, в этом смысле ваша мысль, она совершенно продуктивна, когда чего-то становится много, происходит инфляция этого, это можно сказать о словах, об образах и, в частности, вот, например, о фотографиях, это происходит в экономике, когда деньги печатают, ничем не обеспечены, как бы, да, и запускают их в оборот, в самых разных областях мы с этим встречаемся, когда любовные отношения становятся чем-то не табуированным, как бы разрешенным, они тоже подвергаются инфляции. Все, когда оно становится слишком дешевым и простым, легким, оно инфлирует, да, в этом смысле помощь трудностям, о которой говорил Ницше, это вещь абсолютно важная всегда. Так вот, действительно, это соблазн, то есть вот дешевая фотография представляется соблазном, который как раз и приводит к тому, что человек злоупотребляет фотографии, злоупотребляет, и вместо того, что она могла бы, так сказать, нам давать, фотография зачастую становится, ну, скажем так, искушением, препятствием и опасностью. То есть, правильно я понимаю, в вашем размышлении фотография у человека забирает реальность? В общем, если так грубо сказать, да, она встает между человеком и реальностью. Ну, вот, например, можно рассмотреть эту фотографию, воздействие фотографий, не будем говорить, очень много разных аспектов у этой темы, есть там фотографии в масс-медиа, есть специальная там какая-то научная фотография в разных профессиональных областях. В 19 веке было больше того, когда был такой переход от живописи к фотографии, фотографии люди фактически фотоаппаратом рисовали. То есть, они, если раньше стоял натурщик, и человек с натурщика срисовывал, ну, например, обнаженная натура девушки, вот она стоит рядом, а я ее переношу на бумагу, то, как я ее вижу. То вот в 19 веке был особый жанр фотографии, и первые фотографии они, в общем-то, такими и были. Когда человек действовал примерно тем же самым методом, то есть он просто теперь не срисовывал натурщиков, а он натурщиков расставлял в кадр, и он создавал примерно, ну, там, не знаю, то же полотно какой-нибудь эпохи Возрождения, но уже с помощью пленки, фотоаппарата и так далее. Да, но это, все-таки это, конечно, не то же самое, хотя в тот период, и вот в этой расстановке, в позиции, когда человек долго стоял, и как бы свет должен был его засветить, там, по 10, по 20 минут могли люди неподвижные позиции, там, специальными приспособлениями в эпоху геротипа стоять, чтобы получился хороший с ним. Вот, это отдельная тема, но меня-то вот интересовала как раз фотография домашняя или фотография бытовая. Почему? Потому что как раз здесь возникают очень интересные темы, и вот это меня тоже интересовало, как, собственно говоря, воздействует фотография на нашу внутреннюю жизнь, на наше восприятие самих себя, как бы реальность. И в частности, ну, одна из главнейших тем для фотографий, бытовой, домашней фотографии, это тема памяти, да? Почему? Потому что понятно, что здесь как раз мы склонны, ну, скажем так, относиться к фотографии, когда она касается нас, нашего прошлого, наших родственников, друзей, нашей жизни, скажем так. Мы склонны относиться к этому с доверием. Почему? Потому что, ну, нет смысла фальсифицировать, особо подделывать там домашние фотографии. Это как бы документальное свидетельство. Оно не предназначено для публичной сферы. Оно, так сказать, для своих и интересно своим, а другим не очень. Это не рассматривается теми людьми, которые хранят эти альбомы, как все люди в современную эпоху давно уже, не рассматривается как произведение искусства. Нет, для них это важно прежде всего как документ, как свидетельство, как то, что удерживает то, что в противном случае исчезло бы из памяти, да? Это сохраняет, так сказать, время. И вот как раз тема памяти, как воздействует фотография на память, эта тема очень интересная и любопытная. Потому что на самом деле память наша, как мне кажется, меняется под воздействием фотографии очень и очень существенно. То есть, если сказать кратко, мы теперь помним то, что раньше бы не помнили, и наоборот не помним то, что, возможно, раньше бы помнили. Почему так происходит? Потому что, скажем так, есть память спонтанная, непроизвольная, есть память произвольная, то есть в том числе и визуальная память. А прежде всего, когда мы говорим о фотографии, то речь идет о воздействии ее, конечно, на визуальную память. Но с ней связывается и память как бы событийная, ситуативная и так далее. Там нарратив можно устраивать. Но первично это именно визуальная память. Так вот, есть непроизвольные воспоминания, которые с нами случаются. Мы вдруг, увидев что-то одно, как нам Прусто это описывал, вспоминаем что-то другое и видим это. А есть произвольная память, но имеющая тоже такой естественный органический характер. То есть мы что-то можем вспомнить, если напряжемся лицо нашего товарища по школе или по студенческой группе. Мы с ним учились, так сразу, если сосредоточимся, вот, а, вот, мы можем его вспомнить. Что происходит? И в этом смысле память, она говорит о человеке. В некотором смысле мы есть то, что мы помним. Потому что понятно, что мы не помним всего. Что-то мы забываем, а что-то мы никак не можем забыть. Оно все время всплывает у нас, как бы, да, во внутреннем нашем, как бы, воображении. С другой стороны, мы что-то забываем, да. Знаете, человек нанес вам какую-то обиду, кто-то его помнит всю жизнь. Не может забыть и простить. А кто-то давно забыл и даже лица вспомнить не может. Хотя, когда-то это было такое оскорбление, да, и такая обида глубокая. В этом смысле, кстати, иногда рвут фотографии тех, кто обидел. Да, да. То есть, вот мы, вот человек есть то, что он помнит, повторяю. Одни вещи, не можем помнить всего. Что-то мы помним, что-то забываем. А вот что помним, что забываем из-за того, что с нами случается. Это у нас очень серьезный характеризм. Так вот, это как бы в ситуации, когда нет фотографии. Ну вот появляется фотография, и она опять же, так сказать, встает в данном случае между чем? Между нами и нашим прошлым, и нашей памятью. В фотографии есть важнейшие свойства. В отличие от естественной, спонтанной памяти, она четкая, определенная. Она не меняется. И мы можем ее просматривать многократно. Показывать друзьям. Рассказывать о событиях, которые сопровождали этот снимок. Или о той ситуации, которая была. И вот, особенно, когда этих фотографий было не так много, как сегодня. Но и сегодня тоже мы отбираем какие-то самые важные фотографии. Показываем их многократно. Комментируем. То что происходит? Вот этот фотографический образ, он вытесняет постепенно, незаметно, образы спонтанной памяти. То есть, если, например, вы учились в школе, у вас были какие-то школьные фотографии, если вы их часто при этом смотрели, то после того, как вы смотрели, и когда вы вспоминаете вспомнить какого-то ученика, вы вдруг понимаете, когда вы вспоминаете ли это лицо, что вы вспоминаете фотографию этого вашего соученика. А вопрос, а вспомнили бы вы его или нет без фотографии? Непонятно. Может, вообще бы не вспомнили. А каким бы вы его вспомнили? В данном случае фотография выступает в роли костылей? Да. Это протез. Это протез памяти. Это визуальный, как бы, такой костыль. Но такой костыль, который постепенно, как бы, внедряется внутрь, как бы, такой экзогенный протез, вот, внутренний протез, как бы, не внешний, там, нога, рука, да, протезирована, а когда память протезирована. И дело в том, что в данном случае пользование протезами влияет на, так сказать, нашу способность ходить или нашу способность помнить без помощи этих костылей. И через какое-то время вы уже не можете отчетливо сказать, а вообще это помните вы или эта фотография вошла в вашу память, а если бы не было фотографии, может, вы этот эпизод или этого человека вообще бы не помнили. О чем говорит фотография? В каком-то смысле о вас. Вы же ее сохранили, эта фотография. Вы ее часто, возможно, смотрели. Потому что если бы не смотрели, то и не вспомнили бы этого человека по фотографии. Значит, почему-то смотрели. Но в то же время, если бы не было фотографий, вот на этой фотографии есть человек, который для меня был очень дорог, а рядом с ним там попался тот, который мне вообще не интересен и никакого значения для меня не имеет. Но я так часто смотрел эту фотографию, что я чрезвычайно отчетливо помню этого человека, который случайно оказался рядом. Я его тоже помню, прям вот хорошо помню. я бы его не помню если бы не было фотографии ну или например да то есть понятно что мы не видим себя со стороны конечно можем увидеть свое отражение в зеркале но она всегда моментально и известно что человек меняет свое выражение лица потому что он знает что он видит себя это не то же самое что взгляд с другой позиции с позиции другого нам-то интересно как вы выглядели с позиции другого и вообще мы себя как и свой голос всегда некоторое удивление услышать свой голос не изнутри а практически никто этого вынести не может вынести невыносимо как же это ужасно так вот и здесь очень интересная вещь что ведь это как бы то что в нашей памяти есть я там не знаю двухлетний я там я в кроватке я младенец там я пятилетний ребенок представим себе какое-то колоссальное изменение вот в формате нашей памяти да то есть раньше человек себя таковым не помнил и не видел то есть вообще-то на самом деле это то чего для нас нет это не часть нашего опыта понимаете уточним это то чего для нас не было и быть не должно или же если это явилась возможность то мы должны этому обрадоваться тут бесспорно есть нечто позитивное положительное то есть мы получаем некоторые дополнительные из измерения в своем самопознании мы получаем возможность видеть себя со стороны да но вместе с тем мы получаем некоторое скажем возможное искажение деформацию как бы до того переживание самих себя ну скажем так который было естественно для человека все прежние эпохи до появления массовой причем массовой фотографии да понятно что когда в эпоху когда человека могли портретировать даже люди знатные даже короли имели там пять шесть десять портретов в лучшем случае да а чек знатный богатый два портрет или один современный человек просто окружен образами самого себя в этом есть опасность какого рода некоторые нарциссизм некоторый соблазн получив возможность видеть себя сначала его фотографируют родители когда он еще маленький а потом появляется селфи да ну еще до селфи я на фоне чего-то да сфотографируйте меня вот здесь вот здесь вот с этим то есть я начинаю не просто фотографировать я начинаю фотографироваться я начинаю окружать себя своими собственными изображениями да ну это как бы немножечко ситуации на артистах понятно что она была и до появления фотографии но понятно что как и зеркало которое сыграло важную роль тема культурологии сергей да важную роль в формировании сознания и самосознания человека нового времени да когда появились большие зеркала и так далее да то есть вот вот фотография это некоторое да зеркало с памятью как говорит одна из исследователей с этой темы тоже психолог сильно зеркало с памятью да то есть вот застывшие как обособившиеся объективированное изображение и мы смотрим засматриваемся на это изображение и что происходит какие возможности появляются тоже новые они может можно их оценить как конструктивные вот но другой стороны они ведут нас и каким то имеет какие-то негативные последствия ну например да то есть появляется возможность как вас формировать свою память да то есть человек может искусственным образом сам самостоятельно формировать свою память потому что когда мы создаем альбом с избранными фотографиями мы тем самым формируем образ себя и презентуем этот образ себя окружающим это то каким я хочу себя видеть то есть вот я настоящему индей и саму идентичность да то есть фотографии влияет на наши это это как бы такой очень мощный инструмент в конструирование своей идентичности да то есть вот один человек показывает одного типа фотографии касающийся себя другой другие себя своей семьи своих друзей я показываю на самом деле далеко не все фотографии которые сделаны были с моим оба где есть мой образ я из этих из множества фотографий из множества эпизодов своей жизни я выбираю некоторые и поскольку я их сам выбираю я их комментирую я их показываю то я тем самым что делаю я конструирую некоторый образ самого себя свою идентичность при этом эта идентичность может меняться вот как бы у меня была первая жена ну я не присягаю первая жена у нас был общий альбом какие-то фотографии но разумеется в этих фотографиях как бы чего-то не было из тех фотографий которые у меня были до того как я женился потом я развелся женился второй раз что происходит как бы наверное новый альбом появляется семейный скажем так который гостям показывают да и в этом альбом уже не могут быть те фотографии которые там были прежде эти фотографии изымаются да там появляются другие то есть какие-то остаются какие-то изымаются появляются новые и в сущности мы их снова показываем друзьям знакомым детям родственникам и формируем фактически некоторые новую идентичность то есть понятно что допы до эпохи фотография массовой дешевые фотографии такой возможности не было то есть фотография это такой мощный инструмент контейнер памяти формирование самого себя да но важнейшая как бы мысль такого на тоже его можно оценивать по-разному но суть в чем то что мы живем в новую эпоху в эпоху когда наша память утратила свой спонтанный непосредственный характер и она является искусственной во-первых а во-вторых подверженной манипуляциям с нашей стороны то есть мы можем этой памятью сегодня управлять опираясь на фотографии мы фактически воздействуем на самих себя на свою память вот мне вот кажется что произошло в силу того что опять же все тот же дефицит был отнят и если раньше человек экономил пленку которая стоила безумно дорого потом ее еще если ты сам занимаешься проявлением трудоемкий процесс если не сам в любом случае надо было заплатить вот у тебя 35 кадров ты эту пленку несешь на проявку и понятно что у тебя никаких шансов для экспериментов не остается поэтому ты занимаешь статуарную позу на фоне чего-то значимого для себя и ты этому словам действительно в складываешь какие-то как мне понравилось в вашей книге вот посвященной фотографии а роговелые фотографии а роговелые воспоминания да действительно это есть очень сочный образ очень сочная метафора а роговелости воспоминаний которые мы складываем в контейнер памяти но сейчас за счет того что дефицит от нет человек может экспериментировать и вот то что вы говорите мне я сейчас сижу слушаю бью себя по рукам чтобы не перебивать и не вставлять там какие-то свои ремарки хочется слушать вас мне кажется что удивительным образом человек сейчас озадачен вычленением себя из мира и фотография ему в этом очень помогает то есть он берет и все превращает фон ну вот например допустим человека который значим для меня как авторитет сфотографируй с ним но в данном случае важен не тот человек с которыми сфотографируется не нахождение при сути его этого человека этого другого и что я могу например быть участником диалога а важно то что этот человек является фоном моей ну такой какой-то супериорности до что я становлюсь супер человеком рядом с человеком более значим я ничего не сделал для того чтобы ему соответствовать но нахождение его рядом делает мой статус чуть выше вот природа которая меня окружает великолепная природа я не знаю там какого-нибудь теле бруса я взобрался на эту гору но уже не сам факт того что я покорил эту гору и тот факт что я достиг радости в через преодоление а важно вот что эта гора становится всего лишь фоном моей мэй героизации себя самого в собственном сознании правильно я понимаю что именно про это вы это вас расстраивает фотографии в том числе но как бы фотография очень сильно способствует тому что можно назвать это как бы движение от эдипа к нарциссу то есть это такая вот форма опять же самолюбования то есть фотография с к этому не обязательно она этим становится конечно же нет но она к этому провоцирует в современной культуре современный настроек это становится способом самоутверждения самых разных измерениях и ракурсах вот то что вы говорите да здесь есть неважно что я фотографирую с кем-то это человек известный я становлюсь на позицию выше и когда кому-то показываю видите с какими людьми я искать и знал вместе но вместе с тем и это вы верно заметили сказать да что другой в этот момент становится фоном для кого даже если он очень значимый фоном для меня это как похожая ситуация на ситуацию со многими ведущими известными теле разных передач телешоу вместо того чтобы раскрывать те возможности того человека который специально пригласили в какую-то область в которой ведущий в общем-то не очень следующий может быть да он раскрывает самого себя при этом говоря о том какой замечательный как бы у него гость на самом деле то есть с одной стороны он приобщается к гостю и свой статус с другой стороны он гость и делаю фоном для самого себя то о чем вы говорили говорит скажем чаще сам чем дает возможность сказать гость это все вот эти печальные явления фотография сама по себе не виновата просто фотографии дешевая фотография она создает к этому соблазн не только для телеведущих условно публичных а для для тех кто в медиа а вообще для любого человека каждый получает возможность в той или иной степени около известного памятника на фоне там эльбруса эйфелевой башни чего-то великого известного так сказать фото на фоне то что называется вот так вот через девиз фото на фоне такой как бы на специальный жанр вот но как бы опасность то в чем как бы опасность и как бы очень большая в том что человек ставит как бы между собой вот в этом как бы чрезмерном увеличении фотографии чрезмерно мы говорим о чрезмерности об инфляции да по сути дела а современная ситуация она именно такова он ставит фотографии между собой реальности вот во что например в книжке которую упоминали помнить фотографии я привожу эпизод тоже меняется время как бы задевала и как бы обижала да ну там то что называется свадебная фотография жанра да когда-то свадьба была таким обрядом перехода а сергей александрович я прошу прощения но время нашего эфира подходит концу давайте мы сделаем так что в следующей нашей передаче мы начнем с этого и может быть мы как раз от того что традиция была какая-то связана со свадьбой мы это подвесим для наших телезрителей в том числе мы перейдем к той теме которую договорились с вами обсудить следующий раз на сегодня к сожалению разговор времени нет как всегда время не хватает спасибо огромное за сегодняшнюю нашу встречу дорогие друзья в следующий раз мы будем говорить о скорости вот собственно скорость которая в рамках которой в контекст которой мы попали мы будем говорить о том почему нарастает эта скорость и чем опасна скорость ну а мостиком мы возьмем сегодняшнюю концовку сегодняшней нашей встречи храни вас господь присоединяйтесь следующий понедельник